Глава четвертая. Шагом марш. Так как железнодорожное сообщение отсюда до Львова и севернее до Великих мостов не было прервано, то оставалось загадкой, почему штаб восточного участка составил такую диспозицию, по которой железная бригада сосредоточивала маршевые батальоны в 150 километрах от линии фронта, проходившей в то время от города Броды до реки Брады. Бук и вдоль нее на север к Соколю. Этот в высшей степени интересный стратегический вопрос был весьма просто разрешен, когда капитан Сагнар отправился в штаб бригады с докладом о прибытии маршевого батальона в Санак. Дежурным был адъютант бригады капитан Тайрля. — Меня очень удивляет, — сказал капитан Тайрля, — что вы не получили точных сведений. — Маршрут вполне определенный. График своего продвижения вы должны были понятно сообщить заранее. Вопреки диспозиции главного штаба, ваш батальон прибыл на два дня раньше. Капитан Сагнар слегка покраснел, но не догадался повторить все те шифрованные телеграммы, которые он получал во время пути. — Вы меня удивляете, — сказал капитан Тайрля. — Насколько я знаю, — успел вставить капитан Сагнар, — все мы офицеры между собой на «ты». — Идет, — сказал капитан Тайрля. — Скажи, кадровый ты или штатский? — Кадровый. — Ну, это совсем другое дело. Ведь на лбу у тебя не написано. Сколько здесь перебывало этих балбесов, лейтенантов запаса. Когда мы отступали от Лимановой и Красника, все эти тоже лейтенанты теряли голову, завидев казачий патруль. — Мы в штабе не жалуем этих паразитов. Какой-нибудь идиот, выдержав интеллигентку, в конце концов становится кадровым. — Интеллигентка. Экзамен на аттестат зрелости, сдававшийся экстерном. А то еще штатским сдаст офицерский экзамен, да так и останется в штатских дурак-дураком. А случись война, из него выйдет не лейтенант, а засранец. Капитан Тайрли сплюнул и дружески похлопал капитана Сагнера по плечу. — Задержитесь тут денька на два. Я вам все покажу. — Потанцуем. Есть смазливые девочки. Ангельские шлюхи. Здесь сейчас дочь одного генерала, которая раньше предавалась лесбийской любви. Мы все переоденемся в женские платья, и ты увидишь, какие номера она выкидывает. По виду, тощая стерва. Никогда не подумаешь. — Но свое дело знает, товарищ. Это брат такая, сволочь. Ну, да сам увидишь. — Пардон, — смущенно извинился он. — Пойду блевать. Сегодня уже в третий раз. Чтобы лишний раз доказать капитану Сагнеру, как весело им живется, он, возвратившись, сообщил, что рвота — последствия вчерашней вечеринки, в которой приняли участие также и офицеры-саперы. С командиром саперного подразделения, тоже капитаном, Сагнер очень скоро познакомился. В канцелярию влетел Дилда в офицерской форме с тремя золотыми звездочками и, словно в тумане, не замечая присутствия незнакомого капитана, фамильярно обратился к Тайрле. — Что поделываешь, поросенок? — Не дурно ты вчера обработал нашу графиню! Он уселся в кресло и, похлопывая себя стеком по голени, громко захохотал. — Ух, не могу, когда вспомню, как ты ей в колени наблевал! Да, причмокнув от удовольствия, согласился Тайрле. — Здорово, весело было вчера! Только теперь он догадался познакомить капитана Сагнера с новым офицером. Они вышли из канцелярии штаба бригады и направились в кафе, под которое спешно была переоборудована пивная. Когда они проходили через канцелярию, капитан Тайрле взял у командира саперного подразделения стек и ударил им по длинному столу, вокруг которого по этой команде встали во фронт 12 военных писарей. Это были одеты в экстра форму приверженцы спокойной, безопасной работы в тылу армии с большими гладкими брюшками. Желая показать себя перед Сагнером и вторым капитаном, капитан Тайрле обратился к этим двенадцати толстым апостолам отлынивания от фронта со словами «Не думайте, что я держу вас здесь на откорме, свиньи! Меньше жрать и пьянствовать, больше бегать!» «Теперь я вам покажу еще один номер», — объявил Тайрле своим компаньоном. Он снова ударил стеком по столу и спросил у двенадцати «Когда лопнете, поросята?» Все двенадцать в один голос ответили «Когда прикажете, господин капитан?» Смеясь над собственной глупостью и идиотизмом, капитан Тайрле вышел из канцелярии. Когда они втроем расположились в кафе, Тайрле велел принести бутылку рябиновки и позвать незанятых барышень. Оказалось, что кафе — ничто иное, как публичный дом. Свободных барышень не оказалось, и это крайне разозлило капитана Тайрле. Он грубо обругал мадам в передней и закричал «Кто у мадемуазель Эллы?» Получив ответ, что она занята с каким-то подпоручиком, капитан стал ругаться еще непристойнее. Мадемуазель Элла была занята с подпоручиком Дубом. После того, как маршевый батальон расквартировали в здании гимназии, подпоручик Дуб собрал всех солдат и в длинные речи предупредил их, что русские, отступая, повсюду открывали публичные дома и оставляли в них персонал, зараженный венерическими болезнями, чтобы нанести таким образом австрийской армии большой урон. Он предостерегал солдат от посещения подобных заведений. Он где сам обойдет эти дома, чтобы убедиться, не ослушался ли кто его приказа. Ну, ввиду того, что они во фронтовой полосе, всякий застигнутый в таком доме будет предан полевому суду. Подпоручик Дуб лично пошел убедиться, не нарушил ли кто-нибудь его приказа, и поэтому, вероятно, исходным пунктом своей ревизии избрал диван в комнатке Эллы на втором этаже так называемого городского кафе и очень мило развлекался на этом диване. Между тем капитан Сагнар вернулся в свой батальон. Компания Тайрле распалась. Капитана Тайрле вызвали в бригаду, так как бригадный командир уже больше часа искал своего адъютанта. Из дивизии пришли новые приказы, и необходимо было окончательно определить маршрут прибывшего 91-го полка, так как, согласно новой диспозиции, по первоначальному маршруту теперь отправлялся маршевый батальон 102-го полка. Все страшно перепуталось. Русские поспешно отступали из северо-восточной Галиции, и некоторые австрийские части здесь перемешались. Кое-где в расположении австрийских войск клином врезались части германской армии. Хаос увеличивали новые маршевые батальоны и другие воинские части, прибывавшие на фронт. То же самое происходило в прифронтовой полосе. Например, здесь, в Сануке, куда внезапно нагрянул резерв германской ганноверской дивизии под командованием полковника с таким отвратительным взглядом, что бригадный командир пришел в полное замешательство. Полковник резерва ганноверской дивизии предъявил диспозицию своего штаба, по которой его солдат следовало разместить в гимназии, где только что был расквартирован маршевый батальон 91-го полка. Для размещения своего штаба он требовал очистить здание Краковского банка, в котором помещался штаб бригады. Бригадный командир связался с дивизией, изложил точно ситуацию, а затем с дивизией говорил ганноверец с отвратительным взглядом. В результате этих разговоров бригада получила приказ бригаде оставить город в 6 часов вечера и идти по направлению Турово-Волска, Лисковец, Старая Соль, Самбр, где ждать дальнейших распоряжений. Вместе с ней снятся маршевому батальону 91-го полка, образующему прикрытие. Порядок выступления выработан бригадой по следующей схеме. Авангард выступает в полшестого на Турово между южным и северным фланговыми прикрытиями расстояния 3,5 километра. Прикрывающий арьергард выступает в четверть седьмого. В гимназии началась суматоха. На совещании офицеров батальона отсутствовал только подпоручик Дуб, отыскать которого было поручено Швейку. — Надеюсь, — сказал Швейку подпоручик Лукаш, — вы найдете его без всяких затруднений. У вас ведь вечно друг с другом какие-то трения. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант. Прошу дать письменный приказ от роты именно потому, что у нас вечно друг с другом какие-то трения. Пока поручик Лукаш писал на листке блокнота приказ подпоручику Дубу немедленно явиться в гимназию на совещание, Швейк уверял его. — Так точно, господин обер-лейтенант. Теперь вы, как всегда, можете быть спокойны. Я его найду. Так как солдатам запрещено ходить в борделе, то он, безусловно, в одном из них. Ему же надо быть уверенным, что никто из его взвода не хочет попасть под полевой суд, которому он обыкновенно угрожает. Он сам объявил солдатам, что обойдет все бордели и что они узнают его с плохой стороны. Впрочем, я знаю, где он. Вот тут, как раз напротив, в этом кафе. Все его солдаты следили, куда он сперва пойдет. Объединенное увеселительное заведение и городское кафе, о котором упомянул Швейк, было разделено на две части. Кто не желал идти через кафе, шел черным ходом, где на солнце грелась старая дама, произносившая по-немецки, по-польски и по-венгерски приблизительно следующее приветствие. Заходите, заходите, солдатик, у нас хорошенькие барышни. Когда солдатик входил, она отводила его в нечто похожее на приемную и звала одну из барышень, которая тут же прибегала в одной рубашке. Прежде всего, барышня требовала денег. Пока солдатик отмокал штык, деньги тут же на месте забирала мадам. Офицерство проникало через кафе. Эта дорога была более трудной, так как велась по коридору через задние комнаты, где жили барышни, предназначенные для офицерства. Здесь красоток наряжали в кружевные рубашечки, здесь пили вино и ликеры. Но в этих помещениях мадам ничего не допускала. Все происходило наверху, в комнатках. В таком раю, полном клопов, на диване в одних кольцонах валялся подпоручик Дуб. Мадемуазель Элла рассказывала ему вымышленную, как это всегда бывает в таких случаях, трагедию своей жизни. Отец ее был фабрикантом, она учительницей гимназии в Будапеште, и вот из-за несчастной любви пошла по этой дорожке. Совсем близко от подпоручика Дуба, на расстоянии вытянутой руки, на столике стояла бутылка рябиновки и рюмки. Так как бутылка была опражнена только наполовину, а Элла и подпоручик Дуб уже лыка не вязали, было ясно, что пить Дуб не умеет. Из его слов можно было понять, что он все перепутал и принимает Эллу за своего денщика Кунарта. Он так ее и называл, угрожая по привычке воображаемому Кунарту. Кунарт! Кунарт, бестия! Ты еще узнаешь меня с плохой стороны. Швейк должен был подвергнуться той же процедуре, что и остальные солдаты, которые ходили через черный ход. Однако он галантно вырвался из рук полураздетой девицы, на крик которой прибежала «Мадам! Полька!». Она нахально соврала Швейку, что никакого подпоручика среди гостей нет. Не очень-то орите на меня, милостивые государыния, вежливо попросил Швейк, сопровождая свои слова сладкой улыбкой. Не то получите в морду. Раз у нас на Платнерской улице одну мадам так избили, что она своих долго вспомнить не могла. Сын искал там своего отца, вондрачика, торговца пневматическими шинами. Фамилия этой мадам — Куржованого. Когда ее на станции скорой помощи привели в себя и спросили, как ее фамилия, она сказала что-то на букву «Х». А позвольте узнать, как ваша фамилия? После этого Швейк отстранил мадам и с важным видом стал подниматься по деревянной лестнице вверх на второй этаж, а почтенная Матрона подняла страшный крик. Внизу появился сам владелец публичного дома, обедневший польский шляхтич. Он погнался по лестнице за Швейком и схватил его за рукав, крича при этом по-немецки, что солдатам наверх ходить воспрещается, что там для господ офицеров, что для солдат внизу. Швейк обратил его внимание на то, что пришел сюда в интересах целой армии, что ищет одного господина-подпоручика, без которого армия не может отправиться на поле сражения. Когда приставания хозяина приобрели агрессивный характер, Швейк спустил его с лестницы и принялся осматривать верхнее помещение. Все комнатки были пусты, и лишь в самом конце галереи комнатка была занята. Когда Швейк постучался и, взявшись за ручку, приоткрыл дверь, песклявый голос Эллы пронзительно взвизгнул «Занято!», а аббас-подпоручика Дуба, воображавшего, должно быть, что он находится еще в своей комнате, в лагере, разрешил «Войдите!». Швейк вошел, подошел к дивану и, подавая подпоручику Дубу листок из блокнота, отрапортовал, косясь на разбросанное в углу постели обмундирование. — Осмелюсь доложить, господин лейтенант, что, согласно приказу, который я вам здесь вручаю, вы должны немедленно одеться и прибыть в наши казармы в гимназию. Там идет большой военный совет. Подпоручик Дуб вытрящил на него посоловевшие глазки, но сообразил, однако, что он не настолько пьян, чтобы не узнать Швейка. Ему тут же пришла мысль, что Швейка послали к нему на рапорт, поэтому он сказал, «Я сейчас с тобой расправлюсь, Швейк. Увидишь, что с тобой будет?» «Кунард!» — крикнул он Элли. «Налей мне еще одну!» Он выпил и, разорвав письменный приказ, расхохотался. «Это извинения?» «У нас извинения недействительны. Мы на военной службе, а не в школе». «Так, значит, тебя поймали в борделе?» «Подойди-ка ко мне, Швейк. Ближе. Я тебе дам в морду». «В каком году Филипп Македонский победил римлян, не знаешь, жеребец этой кий?» «В каком году Филипп Македонский победил римлян?» «Подпоручик Дуб допускает ошибку. Филипп Македонский терпел от римлян одни поражения». «Навсмелюсь доложить, господин лейтенант, неумолимо стоял на своем Швейке. Это строжайший приказ по бригаде. Господам офицерам одеться и отправиться на батальонное совещание. Мы ведь выступаем. Теперь уже будут решать вопрос, который рота пойдет в авангарде, которое во фланговом прикрытии, которое в арьергарде. Это будут решать теперь. И я думаю, что вам, господин лейтенант, тоже следует высказаться по этому вопросу». Под влиянием столь дипломатической речи подпоручик Дуб отчасти пришел в себя. Для него в какой-то мере сделалось ясно, что он не в казармах. Однако из предосторожности он все же спросил. «Где я?» «Вы извольте быть в бардачке, господин лейтенант. Пути Господни неисповедимы». Подпоручик Дуб тяжело вздохнул, слез с дивана и стал надевать свое обмундирование. Швейк ему помогал. Наконец Дуб оделся и оба вышли. Но Швейк тут же вернулся и, не обращая внимания на Эллу, которая, превратно истолковав его возвращение, по причине несчастной любви опять полезла на кровать, быстро выпил остаток рябиновки и устремился за подпоручиком. На улице подпоручику Дубу Хмель снова ударил в голову, так как было очень душно. Он понес какую-то бессвязную чушь, рассказывал Швейк о том, что у него дома есть почтовая марка с Гельголанда, и что они тотчас же, по получению аттестата зрелости, пошли играть в бильярд и не поздоровались с классным наставником. К каждой фразе он прибавлял. — Надеюсь, вы меня правильно понимаете? — Вполне правильно, — подтвердил Швейк. — Вы говорите, как будиевицкий жестяник покорный. Тот, когда его спрашивали, купались ли вы в этом году в Мальше, отвечал, не купался, но зато в этом году будет хороший урожай слив. А когда его спрашивали, вы уже ели в этом году грибы? Он отвечал, не ел, но зато новый марокканский султан, говорят, весьма достойный человек. Подпоручик Дуб остановился и высказал еще одно свое убеждение. — Марокканский султан, конечно, фигура, но конченая. Вытер пот солба и, глядя помутневшими глазами на Швейка, проворчал. — Так сильно я даже зимою не потел. — Согласны? — Вы понимаете меня? — Вполне, господин лейтенант. К нам в трактир у чаши ходил один старый господин, какой-то отставной советник из краевого комитета. Он утверждал то же самое. Он всегда говорил, что удивлен огромной разницей в температуре зимой и летом, что его поражает, как люди до сих пор этого не замечали. В ворота гимназии Швейк оставил подпоручика Дуба. Тот, шатаясь, поднялся вверх по лестнице в учительскую, где происходило военное совещание, и сейчас же доложил капитану Сагнеру, что он совершенно пьян. Во время доклада он сидел с опущенной головой, а во время дебатов изредка поднимался и кричал. — Ваше мнение справедливо, господа, но я совершенно пьян. План диспозиции был разработан. Рота поручика Лукаша была назначена в авангард. Подпоручик Дуб внезапно вздрогнул, встал и сказал, — — Никогда не забуду, господа, нашего классного наставника. Многое ему лето. Многое, многое, многое летом. Поручик Лукаша подумал, что лучше всего велеть Динщику Кунарту уложить подпоручика Дуба рядом в физическом кабинете, у дверей которого стоял караульный, дабы никто не мог украсть уже наполовину разворованной коллекции минералов. На это бригада постоянно обращала внимание проходящих частей. К предосторожностям подобного рода начали прибегать с тех пор, как один из гонведских батальонов, размещенный в гимназии, попытался ограбить кабинет. Особенно понравилась гонведам коллекция минералов, пестрых кристаллов и колчеданов, которые они рассовали по своим вещевым мешкам. На военном кладбище на одном из белых крестов имеется надпись «Ласло Гаргань». Там спит вечным сном гонвед, который при грабеже гимназических коллекций выпил весь денатурат из банки, где были заспиртованы разные присмыкающиеся. Мировая война истребляла человеческое племя даже настойкой на змеях. Когда все разошлись, поручик Лукаш велел позвать денщика Кунарта, который увел и уложил на кушетку подпоручика Дуба. Подпоручик Дуб вдруг превратился в маленького ребенка, взял Кунарта за руку, долго рассматривал его ладонь, уверяя, что угадает по ней фамилию его будущей супруги. — Как ваша фамилия? — Выньте из нагрудного кармана моего мундира записную книжку и карандаш. — Значит, ваша фамилия Кунарт. — Придите через четверть часа, и я вам оставлю здесь листок с фамилией вашей будущей супруги. Сказав это, он захрапел, но вдруг проснулся и стал что-то черкать в своей записной книжке. Потом вырвал исписанные листки и бросил их на пол. Приложив многозначительно пальцы их к губам, он заплетающимся языком прошептал, — Пока еще нет, но через четверть часа лучше всего искать бумажку с завязанными глазами. Кунарт был настолько глуп, что действительно пришел через четверть часа и, развернув бумажку, прочитал каракули подпоручика Дуба. — Фамилия вашей будущей супруги — пани Кунартова. Когда Кунарт показал бумажку у швейку, тот посоветовал ему хорошенько ее беречь. Такие документы от начальства должно ценить. В мирное время на военной службе не было такого случая, чтобы офицер переписывался со своим денщиком и называл его при этом паном. Когда все приготовления к выступлению согласно данным диспозиции были закончены, бригадный генерал, которого так великолепно выставил из помещения ганноверский полковник, собрал весь батальон, построил его, как обычно, в каре и произнес речь. Генерал очень любил произносить речь. Он понес околесицу, перескакивая с пятого на десятое, а, исчерпав до конца источник своего красноречия, вспомнил о полевой почте. «Солдаты!» — гремел он, обращаясь к выстроившимся в каре солдатам. «Мы приближаемся к неприятельскому фронту, от которого нас отделяют лишь несколько дневных переходов. Солдаты! До сих пор во время похода вы не имели возможности сообщить вашим близким, которых вы оставили, в свои адреса, дабы ваши далекие знали, куда вам писать, и дабы вам могли доставить радость письма ваших дорогих покинутых». Он запутался, смешался, повторяя бесконечно «милые далекие дорогие родственники, милые покинутые» и так далее, пока, наконец, не вырвался из этого заколдованного круга могучим восклицанием. «Для этого и существует на фронте полевая почта». Дальнейшая его речь сводилась приблизительно к тому, что все люди в серых шинелях должны идти на убой с величайшей радостью, потому что лишь на фронте существует полевая почта. И если граната оторвет кому-нибудь обе ноги, то каждому будет приятно умирать, если он вспомнит, что номер его полевой почты — 72, и там, быть может, лежит письмо из дому от далеких милых с посылкой, содержащей кусок копченого мяса, сало и домашние сухари. После этой речи, когда бригадный оркестр сыграл гимн, была провозглашена слава императору, и отдельные группы людского скота, предназначенного на убой где-нибудь за Бугом, согласно отданным приказам, одна за другой отправились в поход. Одиннадцатая рота выступила в половине шестого по направлению на Турову-Волску. Швейк тащился позади со штабом роты и санитарной частью, а поручик Лукаш объезжал всю колонну, то и дело возвращаясь в конец ее, чтобы посмотреть, как на повозке, накрытой брезентом, санитары везут подпоручика Дуба к новым геройским подвигам в неведомом будущем, а также, чтобы скоротать время беседой со Швейком, который безропотно нес свой мешок и винтовку, рассказывая фельдфебелю Ванеку, как приятно было маршировать несколько лет тому назад на маневрах возле Вельки-Мезержичи. Мельке-Мезержичи. Город в Моравии. Местность была точь-в-точь такая же, только мы маршировали не с полной выкладкой, потому что тогда мы даже не знали, что такое запасные консервы. Если где-нибудь мы и получали консервы, то сжирали их на ближайшем же ночлеге и вместо них клали в мешки кирпичи. В одно село пришла инспекция, и все кирпичи из мешков выбросило. Их оказалось так много, что кто-то там даже выстроил себе домик. Через некоторое время Швейк энергично шагал рядом с лошадью поручика Лукаша и рассказывал о полевой почте. Прекрасная была речь. Конечно, каждому очень приятно на войне получить нежное письмецо из дому, но я, когда несколько лет тому назад служил в Будиевицах, за все время военной службы получил в казармы одно единственное письмо. Оно у меня до сих пор хранится. Швейк достал из грязной кожаной сумки засаленное письмо и принялся читать, стараясь попадать в ногу с лошадью поручика Лукаша, которая шла умеренной рысью. Ты подлый хам, душегуб и подлец. Господин Капрал, Кржиш, приехал в Прагу в отпуск. Я с ним танцевала у Коцанов, и он мне рассказал, что ты танцуешь в Будиевицах у зеленой лягушки с какой-то идиоткой-шлюхой. И что ты меня совершенно бросил. Знай, я пишу это письмо в сортире на доске возле дыры, между нами все кончено, твоя бывшая Божина. Чтобы не забыть, этот Капрал будет тебя тиранить. Он на этом остак, и я его об этом просила. И еще, чтобы не забыть, когда приедешь в отпуск, ты меня уже не найдешь среди живых. Ну, разумеется, продолжал Швейк, труся рядом с лошадью поручика мелкой рысцой. Когда я приехал в отпуск, она была среди живых. Да еще среди каких живых? Нашел я ее там же, у Коцанов. Около нее увивались два солдата из другого полка, и один такой шустрый, что при всех полез к ней заливчик, как будто хотел, осмелюсь доложить господин обер-лейтенант, достать оттуда пыльцу невинности, как сказала бы Венцеслава Лужецкая. Венцеслава Лужецкая, 1835-1920. Редактор женского журнала «Лада», автор любовных романов Нечто вроде этого отмочила одна молоденькая девица, так лет шестнадцати. На уроке танцев она, заливаясь слезами, сказала одному гимназисту, ущипнувшему ее за плечо, «Вы сняли, сударь, пыльцу моей девственности». Ну, ясно, все засмеялись, а мамаша, присматривавшая за ней, вывела дуреху в коридор, в беседе и надавала пинков. Беседа — один из пражских ресторанов, где молодежь обучалась танцам и умению вести себя в обществе. Я пришел, господин обер-лейтенант, к тому заключению, что деревенские девки все же откровеннее, чем изморенные городские барышни, которые ходят на уроке танцев. Когда мы несколько лет назад стояли лагерем в Мнишике, я ходил танцевать в старой Книн и ухаживал там за Карлой Вякловой. Но только я ей не очень нравился. Однажды в воскресенье вечером пошел я с ней к пруду, ну и сели мы там на плотину. А когда солнце стало заходить, я спросил, любит ли она меня. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, воздух был такой теплый, все птицы пели, а она дьявольски захохотала и ответила, «Люблю, как соломину в заднице, дурак ты!» И действительно, я был так здорово глуп, что осмелюсь доложить господин обер-лейтенант, до этого, гуляя с ней по полям меж высоких хлебов, где не видела нас ни единая душа, мы даже ни разу не присели. Я только показывал ей эту божью благодать и как дурак разъяснял деревенской девке, что рожь, что пшеница, а что овес. Ну и как бы в подтверждение слов швейка обо все, где-то впереди послышались голоса солдат его роты, хором распевавших песню, с которой когда-то чешские полки шли к Сольферина проливать кровь за Австрию. Ах, как ноченька пришла, овес вылез из мешка, жупай ди, я жупай даст, нам любая девка даст. Остальные подхватили, даст, даст, как не дать, да почему бы ей не дать, даст нам по два поцелуя, ни кабенес не балуя, жупай ди, я жупай даст, нам любая девка даст, 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 как не дать, да почему бы ей не дать. Потом немцы принялись петь ту же песню по-немецки. Это была старая солдатская песня, ее, вероятно, на всех языках распевали солдаты еще во время наполеоновских войн. Теперь она привольно разливалась по Галицийской равнине, по пыльному шоссе к Турове-Волске, где по обе стороны шоссе, до видневшихся далеко-далеко на юге зеленых холмов, Нива была истоптана и уничтожена копытами коней и подошвами тысячи тысяч тяжелых солдатских башмаков. Раз на маневрах около Писыка мы это же поле разделали, проронил Швейк, оглядываясь кругом. Был там с нами один эрцгерцог. Такой справедливый был барин, что когда из стратегических соображений проезжал со своим штабом по хлебам, то адъютант тут же на месте оценивал нанесенный ими ущерб. Один крестьянин по фамилии Пиха, которого такой визит ничуть не обрадовал, не взял восемнадцать крон, которые казна ему давала за потоптанные пять мер поля. Захотел господин обер-лейтенант судиться и получил за это восемнадцать месяцев. Я полагаю, господин обер-лейтенант, что он должен был быть счастлив, что член царствующего дома навестил его на его земле. Другой, более сознательный крестьянин, одел бы всех своих девиц в белые платья, как на крестный ход, дал бы им в руки цветы, расставил бы популю, велел бы каждый приветствовать высокопоставленного пана, как это делают в Индии, где подданные властлины бросаются под ноги слону, чтобы слон их растоптал. — Что вы там болтаете, швейк? — окликнул ординарца поручик Лукаш. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я имел в виду того слона, который нес на своей спине властелина, про которого я читал. — Если бы вы только все правильно объясняли, — сказал поручик Лукаш и поскакал вперед. Там колонна разорвалась. После отдыха в поезде непривычный поход в полном снаряжении утомил всех. В плечах ломило, и каждый старался облегчить себе тяжесть похода как мог. Солдаты перекладывали винтовки с одного плеча на другое, большинство уже несло их не на ремне, а на плече, как грабли или вилы. Некоторые думали, что будет легче, если пойти по канаве или по меже, где почва казалась мягче, чем на пыльном шоссе. Головы поникли, все страдали от жажды, несмотря на то, что солнце уже зашло, было душно и жарко, как в полдень, во фляжках не осталось ни капли влаги. Это был первый день похода, и непривычная обстановка, бывшая как бы прологом к еще большим мытарствам, чем дальше, тем сильнее, утомляла всех и расслабляла. Солдаты даже перестали петь, и только высчитывали, сколько осталось до Туровы-Волски, где, как они предполагали, будет ночлег. Некоторые садились на краю канавы, и, чтобы прикрыть недозволенный отдых, расшнуревывали башмаки. Сперва можно было подумать, что у солдата скверно навернуты портянки, и он старается перемотать их так, чтобы в походе не натереть ног. Другие укорачивали или удлиняли ремни на винтовке, третьи развязывали мешок и перекладывали находящиеся в нем предметы, убеждая самих себя, что делают это для равномерного распределения груза, дабы лямки мешка не оттягивали то одно, то другое плечо. Когда же к ним медленно приближался поручик Лукаш, они вставали и докладывали, что у них где-то жмет или что-нибудь в этом роде. Если до того кадет или взводный, увидев издалека былу поручика Лукаша, уже не погнал их вперед. Объезжая роту, поручик Лукаш мягко предлагал солдатам встать, так как до Туровой в Волске осталось километра три, и там сделают привал. Тем временем от постоянной тряски на санитарной двуколке под поручик Дуб пришел в себя, правда, не окончательно, но все-таки мог уже подняться. Он высунулся из двуколки и стал что-то кричать людям из штаба роты, которые налегке, бодро двигались рядом с ним, так как все, начиная с Баллоуна и кончая Ходоунским, сложили свои мешки на двуколку. Один лишь Швейк молодцевато шел вперед с мешком на спине, с винтовкой по-драгунски на груди. Он покуривал трубку и напевал «Шли мы прямо в Яромерь, коль не хочешь, так не верь, поддоспели к ужину». Больше чем в пятистах шагах от подпоручика Дуба поднимались по дороге клубы пыли, из которых выплывали фигуры солдат. Подпоручик Дуб, к которому вернулся энтузиазм, высунулся из двуколки и принялся орать в дорожную пыль. «Солдаты, ваша почетная задача трудна, вам предстоят тяжелые походы, лишения, всевозможные мытарства, но я твердо верю в вашу выносливость и в вашу силу воли». «Молчал бы дурень, что ли?» — срифмовал Швейк. Подпоручик Дуб продолжал. «Для вас, солдаты, нет таких преград, которых вы не могли бы преодолеть. Еще раз, солдаты, повторяю, не к легкой победе я веду вас. Это будет твердый орешек, но вы справитесь. История впишет ваши имена в свою золотую книгу. «Смотри, поедешь в Ригу» — опять срифмовал Швейк. Как бы послушавшись Швейка, подпоручик Дуб, свесивший вниз голову, вдруг начал блевать в дорожную пыль, а после этого, крикнув еще раз «Солдаты, вперед!» повалился на мешок телефониста Хоадонского и проспал до самой Туровой Волски, где его, наконец, поставили на ноги и по приказу поручика Лукаша сняли с повозки. Поручик Лукаш имел с ним весьма продолжительные и весьма неприятные разговоры, пока подпоручик Дуб не пришел в себя настолько, что мог, наконец, заявить. Рассуждая логически, я сделал глупость, которую искуплю перед лицом неприятеля. Впрочем, он не совсем пришел в себя, так как, направляясь к своему взводу, погрозил поручику Лукашу «Вы меня еще не знаете, но вы меня узнаете». О том, что вы натворили, можете узнать у Швейка. Поэтому, прежде чем пойти к своему взводу, подпоручик Дуб направился к Швейку, которого нашел в обществе Баллоуна и старшего писаря Ванека. Баллоун как раз рассказывал, что у себя на мельнице, в колодце он всегда держал бутылку пива. Пиво было такое холодное, что зубы ныли. Вечером на мельнице этим пивом запивали творог со сметаной, но он по своей обжорливости, за которую Господь Бог теперь так его наказал, после творога съедал еще порядочный кусок мяса. Теперь, дескать, правосудие Божье покарало его, и в наказание он должен пить теплую, вонючую воду из колодца в турове Волске, в которой солдаты должны были сыпать только что розданную им лимонную кислоту, дабы не подцепить здесь холеру. Баллоун высказал мнение, что эта самая лимонная кислота раздается, вероятно, для того, чтобы морить людей голодом. Правда, в саноке он немножко подкормился, так как обер-лейтенант опять уступил ему полпорции телятиной, которую Баллоун принес из бригады. Но это ужасно, ведь он думал, что на ночлеге будут что-нибудь варить. Баллоун уверился в том, когда кашевары начали набирать воду в котлы. Он сейчас же пошел к кухням спросить, что и как, но кашевары ответили, что пока дали приказ набрать воду, а может, через минуту придет приказ ее вылить. Тут подошел подпоручик Дуб и, не будучи уверен в себе, спросил, — Беседуете? — Беседуем, господин лейтенант, за всех ответил Швейк. — Беседа в полном разгаре. — Нет ничего лучше, как хорошо побеседовать. Сейчас мы как раз беседуем о лимонной кислоте. Без беседы ни один солдат обойтись не может, тогда он легче забывает о всех мытарствах. Подпоручик Дуб пригласил Швейка пройтись с ним. Он хочет кое о чем с ним побеседовать. Когда они отошли в сторонку, Дуб неуверенно спросил, — Вы не обо мне сейчас говорили? — Никак нет. О вас ни слова, господин лейтенант, только об этой лимонной кислоте и копченом мясе. — Мне обер-лейтенант Лукаш говорил, будто я что-то натворил, и Вы об этом хорошо осведомлены, Швейк? Швейк ответил очень серьезно и многозначительно. — Ничего Вы не натворили, господин лейтенант. Вы только были с визитом в одном публичном доме. Ну, а это, вероятно, просто недоразумение. Жестяника Пимпра с Козьей площади также всегда разыскивали, когда он отправлялся в город покупать жесть. И тоже всегда находили в таком же заведении, в каком я нашел Вас. То у Шугов, то у Дворжиков. Внизу помещалось кафе, а наверху, в нашем случае, были девочки. Вы, должно быть, и не понимали, господин лейтенант, где, собственно, Вы находитесь, потому что было очень жарко. И если человек не привык выпить, то в такую жару он пьянеет и от обыкновенного рома. А Вы, господин лейтенант, хватили рябиновки. Я получил приказ вручить Вам приглашение на совещание, происходившее перед тем, как выступить. И нашел Вас у этой девицы наверху. От жары и от рябиновки Вы меня даже не узнали и лежали там на кушетке раздетым. Вы там ничего не натворили и даже не говорили Вы меня еще не знаете. Подобная вещь с каждым может произойти в такую жару. Один от этого очень страдает, другой попадает в такое положение не по своей вине, как курвощи, если бы Вы знали старого вейводу, десятника из Вршовиц. Тот, осмелюсь доложить, господин лейтенант, решил никогда не употреблять таких напитков, от которых он мог бы опьянеть. Ну, а прокинул он рюмку на дорогу и вышел из дому искать напитки без алкоголя. Сначала, значит, остановился в трактире у остановки. Заказал четвертинку вермута и стал осторожно расспрашивать хозяина, что, собственно, пьют абстиненты. Он совершенно правильно считал, что чистая вода даже для абстинентов крепкий напиток. Ну, хозяин ему разъяснил, что абстиненты пьют содовую воду, лимонад, молоко и потом безалкогольные вина, холодный чесночный суп, ну и другие безалкогольные напитки. Из всех этих напитков старому вейводе понравились только безалкогольные вина. Он спросил, бывает ли также безалкогольная водка, выпил еще одну четвертинку и поговорил с хозяином о том, что действительно грех напиваться часто. Хозяин ему ответил на это, что он все может снести только непьяного человека, который надерется где-нибудь, а к нему приходит отрезвиться бутылкой содовой воды, да еще и наскандалит. Надерись у меня, говорил хозяин, тогда ты мой человек, а не то я тебя и знать не хочу. Старый вейвода тут допил и пошел дальше, пока не пришел господин лейтенант на Карлову площадь, в винный погребок, куда он и раньше захаживал. Там он спросил, нет ли у них безалкогольных вин. Безалкогольных вин у нас нет, господин вейвода, сказали ему, но вермут и шерри имеются. Старому вейводе стало как-то совестно, и он решил выпить четвертинку вермута и четвертинку шерри. Пока он там сидел, он познакомился, господин лейтенант, с одним таким же абстинентом. Слово за слово хватили они еще по четвертинке шерри, разговорили, и тот пан сказал, что знает место, где подают безалкогольные вина. Это на Бользановой улице, вниз по лестнице, там играет граммофон. За такое приятное сообщение пан вейвода поставил на стол целую бутылку вермута, и потом оба отправились на Бользанову улицу, где надо было спуститься вниз по лестнице, и где играет граммофон. Действительно, там подавали одни фруктовые вина. Не только что без спирта, но и вообще без алкоголя. Сперва они заказали по пол-литра вина из крыжовника, затем по пол-литра смородинного вина, а когда выпили еще по пол-литра безалкогольного крыжовенного вина, ноги у них стали отниматься после всех этих вермутов и шерри, которые они перед тем выпили. Тут они стали кричать и требовать официального подтверждения, действительно ли то, что они здесь пьют безалкогольные вина. Они абстиненты, и если немедленно им такого подтверждения не принесут, они все разобьют в дребезги вместе с граммофоном. Ну, пришлось полицейским вытащить обоих по лестнице наверх на Бользанову улицу, пришлось запихать их в корзину, пришлось посадить их в одиночные камеры. Обоих, как абстинентов, пришлось судить за пьянство. К чему вы все это мне рассказываете? Подозревая неладное, крикнул подпоручик Дуб, которого рассказ окончательно отрезвил. Осмелись доложить, господин лейтенант, это к вам не относится. Ну, раз уж мы разговорились... Подпоручику Дубу в этот момент показалось, что Швейк его оскорбил. И так как он почти пришел в себя, то заорал, «Ты меня узнаешь?» «Как ты стоишь?» Осмелюсь доложить, плохо стою. «Я забыл, осмелюсь доложить, поставить пятки вместе, носки врозь». «Сейчас я это сделаю». Швейк по всем правилам вытянулся во фронт. Подпоручик Дуб раздумывал, что бы этако ему еще сказать, и в конце концов выговорил лишь «Смотри у меня», чтобы это было в последний раз. И как бы в дополнение повторил свое старое присловие, немного изменив его «Ты меня еще не знаешь, но я-то тебя знаю». Отходя от Швейка, подпоручик Дуб с похмелья подумал «Может, на него больше подействовало бы, если бы я сказал «Я тебя, братец, уже давно знаю с плохой стороны». Затем подпоручик Дуб позвал своего денщика Кунарта и приказал раздобыть кувшин воды. Кунарт, надо отдать ему справедливость, потратил немало времени на поиски в Турове Волске кувшина воды. Кувшин ему, наконец, удалось выкрасть у священника, а воду в кувшин он начерпал из наглухо заколоченного досками колодца. Для этого ему, разумеется, пришлось оторвать несколько досок. Колодец был заколочен, так как подозревали, что вода в нем кифозная. Однако подпоручик Дуб выпил целый кувшин без всяких последствий, чем еще раз подтвердилась верность старой пословицы «Доброй свинье» все впрок. Все жестоко ошиблись, думая, что будут ночевать в Турове в Волске. Поручик Лукаш позвал телефониста Хода Онского, старшего писаря Ванека, ординарца роты Швейка и Балоуна. Приказ был прост. Они оставляют оружие в санитарной части и немедленно выступают по проселочной дороге на Малый Полонец, а потом вниз вдоль реки в юго-восточном направлении на Лисковец. Швейк, Ванек и Ходоонский — квартиреры. Они должны подыскать места для ночлега роты, которая придет вслед за ними через час максимум полтора. Балоуну надлежит распорядиться, чтобы на квартире, где будет ночевать он, то есть поручик Лукаш, зажарили гуся, а остальным трем следить за Балоуном, чтобы он не сожрал половины. Кроме того, Ванек со Швейком должны купить свинью для роты, весом сообразно положенной норме мяса на всю роту. Ночью будут готовить гуляш. Места для ночлега солдат должны быть вполне приличными и избегать завшивленных исп, чтобы солдаты как следует отдохнули, так как роты выступают уже в половине седьмого утра из Лисковца через Кроссинку на Старую Соль. Батальон теперь уже не нуждался в деньгах. Бригадное интендантство в Саноке выплатило ему авансом за предстоящую бойню. В кассе роты лежало свыше ста тысяч крон, и старший писарь Ванок получил приказ по прибытии на место под этим подразумевались окопы подсчитать и выплатить роте перед смертью бесспорно причитающуюся компенсацию за недополученные обеды и хлебные пайки. Пока все четверо готовились в путь, появился местный священник и раздал солдатам «листовку с лурдской песней». В зависимости от национальности солдат каждому на его языке. У него был целый тюк этой песни. Ему оставило их для раздачи проходящим воинским частям лицо высокого воинского духовного сана, проезжавшее с какими-то девками по опустошенной галиции на автомобиле. Где в долину сбегает горный склон? Всем благо вестит колокольный звон «Авэ, авэ, авэ, Мария, авэ, 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 Мария!» Юницу Бернарду ведет святой дух к берегу речному на зеленый луг «Авэ!» Видит юница лучи над скалой «Стан осиянный и лик святой «Авэ!» Мило украшены платом лиловым да голубеньким поясом новым «Авэ!» Обвитый четок нитью живой руки причистой и всеблагой «Авэ!» Ах! изменилось Бернарда лицом отблеск небесных лучей на нем «Авэ!» Став на колени молитвы творит, а Матерь Божья ей говорит «Авэ!» дитя я смогла без греха зачать и хочу заступницей вашей стать «Авэ!» В торжественных шествиях мой набожный народ пускай сюда приходит мне честь воздает «Авэ!» да будет свидетелем мраморный храм что я здесь милость являть буду вам «Авэ!» а ты их журчащий родник зови будь им порукой моей любви «Авэ!» О, слався долина из долин в которой процвел сей райский крин «Авэ!» прообраз горних пещера твоя владычица наша небесная «Авэ!» преславный радостный день вот он тянутся процессии к тебе на поклон «Авэ!» ты хотела заступницей верных быть удостой и нас свой взор склонить «Авэ!» звездой путеводной встав впереди к престолу Господню нас приведи «Авэ!» не лиши пресвятая любви своей и нас материнской лаской авей «Авэ!» В Турове Волске было много отхожих мест и там повсюду валялись бумажки с лурдской песней Капрал Нахтигаль с Кашперских гор достал у запуганного еврея бутылку водки собрал несколько приятелей и они стали петь немецкий текст лурдской песни без припева «Авэ!» на мотив песни «Принц Евгений!» Когда стемнело передовой отряд которому следовало позаботиться о ночлеге для одиннадцатой роты попал в небольшую рощу у речки эта роща должна была привести к Лисковцу дорога стала дьявольски трудной Баллоун впервые очутился в такой ситуации когда идешь неизвестно куда все и темнота и то что их выслали вперед разыскивать квартиры казалось ему необыкновенно таинственным его вдруг охватило страшное подозрение что это неспроста «Товарищи!» тихо сказал он спотыкаясь по дороге которая шла вдоль реки «Нас принесли в жертву» «Как так?» тоже тихо но строго прикрикнул на него Швейк «Товарищи не будем шуметь» умоляющим голосом просил Баллоун «У меня уже мурашки по коже бегают я чувствую они нас услышат и начнут стрелять я это знаю они нас послали вперед чтобы мы разведали нет ли поблизости неприятеля а когда услышат стрельбу то сразу узнают что дальше идти нельзя мы товарищи разведывательный патруль как меня учил капрал терна «Тогда иди вперед сказал Швейк мы пойдем за тобой а ты защищай нас своим телом раз ты такой великан а когда в тебя выстрелят то извести нас чтобы мы вовремя могли залечь ну какой ты солдат если пули боишься каждого солдата это должно только радовать каждый солдат должен знать что чем больше по нему даст выстрелов неприятель тем меньше у противника останется боеприпасов выстрел который по тебе делает неприятель солдат понижает его боеспособность да и он доволен что может в тебя выстрелить по крайней мере не придется тащить на себе патроны да и бежать легче балу он тяжело вздохнул но если у меня дома хозяйство да плюнь на хозяйство посоветовал Швейк лучше отдай жизнь за государя императора разве не этому тебя учили на военной службе они этого лишь слегка касались отозвался глупый балун меня только гоняли по плацу а после я ни о чем подобном уже не слыхал так как стал денщиком хоть бы государь император кормил нас получше ах ты проклятая ненасытная свинья солдата перед битвой вообще не следует кормить это нам уже много лет назад объяснял в школе капитан унтер гриц тот нам постоянно твердил хулиганье проклятое если разразится война и вам придется идти в бой не вздумайте нажираться перед битвой кто обожрется и получит пулю в живот тому конец так как все супы и хлеб при ранении вылезут из кишок и у солдата сразу антонов огонь но когда в желудке ничего нет то такая рана в живот все равно что оса укусила одно удовольствие я быстро перевариваю успокоил товарищ баллон у меня в желудке никогда ничего не остается я братец сожру тебе хоть целую миску кнедликов со свининой и капустой и через полчаса больше трех суповых ложек не выдавлю все остальное во мне исчезает другой скажем съест лисички а они выйдут из него так что только промой и снова подавай под кислым соусом а у меня наоборот я нажрусь этих лисичек до отвала другой бы на моем месте лопнул а я в нужники выложу только немножко желтой каши словно ребенок наделал остальное все в меня пойдет у меня товарищ доверительно сообщил баллон швейку растворяются рыбьи кости и косточки слив как-то я нарочно подсчитал съел я семьдесят сливовых кнедликов с косточками а когда подошло время пошел загумно потом расковырял это лучинкой косточки отложил в сторону и подсчитал из семидесяти косточек во мне растворилось больше половины из уст баллона вылетел тихий долгий вздох мельничиха моя делала сливовые кнедлики из картофельного теста и прибавляла немного творогу чтобы было сытнее она больше любила кнедлики посыпанные маком чем сыром а я наоборот за это я однажды надавал ей затрещин не умел я ценить свое семейное счастье баллоун остановился зачмокал облизнулся и сказал печально и нежно знаешь товарищ теперь когда у меня нет никаких кнедликов мне кажется что жена все же была права с маком то лучше тогда мне все казалось что этот мак у меня в зубах застревает а теперь я мечтаю о нем эх только бы застрял много моя жена от меня натерпелась сколько раз она бедная плакала когда я бывало требовал чтобы она сыпала побольше майорана в ливерную колбасу ей всегда за это от меня влетало однажды я ее бедную так отделал что она два дня пролежала а все из-за того что не хотела мне на ужин индюка зарезать хватит мол и петушка эх товарищ расхныкался баллон если бы теперь ливерную хоть бы и без майорана и петушка ты любишь соус из укропа какие я бывало устраивал из-за него скандалы а теперь пил бы как кофе баллон постепенно забывал о воображаемой опасности и в тиши ночи спускаясь к лисковцу взволнованно продолжал рассказывать швейку о том чего он раньше не ценил и что теперь ел бы с величайшим удовольствием только бы за ушами трещало за ними шли телефонист ходуонский и старший писарь ванок ходуонский объяснял ваноку что по его мнению мировая война глупость хуже всего в ней то что если где-нибудь порвется телефонный провод ты должен ночью идти исправлять его а еще хуже что если в прежние войны не знали прожекторов теперь как раз наоборот когда исправляешь эти проклятые правота неприятель моментально находит тебя прожектором и жарит по тебе из всей своей артиллерии внизу в селе где они должны были подыскать ночлег не видно было ни сги собаки заливались вовсю что заставило экспедицию остановиться и обдумать как сопротивляться этим тварям может вернемся зашептал баллон 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 если бы мы об этом донесли тебя бы расстреляли за трусость ответил на это швейк собаки казалось взбесились наконец лай послышался с юга с реки ропы потом собаки залаяли в кросинки и в других окрестных селах потому что швейк орал в ночной тишине куш 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 вспомнив как кричал он на собак когда еще торговал ими собаки не могли успокоиться и старший писарь ванок попросил швейк не кричите на них швейк а то вся галиция залает это как на маневрах в таборском округе отозвался швейк пришли мы как-то ночью в одно село а собаки подняли страшный лай ну деревень там много так что лай разносился от села к селу все дальше и дальше стоило только затихнуть собакам в нашем селе как лай доносился откуда-то издали ну скажем из пелгржимова и наши заливались снова а через несколько минут лаяли таборский пелгржимовский будиевицкий гумполицкий туршебенский и игловский округа наш капитан очень нервный дед не выносил собачьего лая он не спал всю ночь все ходил и спрашивал у патруля кто лает чего лают солдаты отрапортовали что лают собаки ну это его так разозлило что все бывшие в тот раз в патруле по нашим возвращении с маневров остались без отпуска после этого случая он всегда выбирал собачью команду и посылал ее вперед команда обязана была предупредить население села где мы должны остановиться на ночлег что ни одна собака не смеет ночью лаять в противном случае она будет убита я тоже был в такой команде а когда мы пришли в одно село в милевском районе я все перепутал и объявил сельскому старости что владелец собаки которая ночью залает будет уничтожен по стратегическим соображениям у старости испугался велел сейчас же запречь лошадь и поехал в главный штаб просить от всего села смилостивиться его туда не пустили часовые чуть было его там не застрелили он вернулся домой и еще до того как мы вошли в село по его совету всем собакам завязали тряпками морды так что три пса взбесились все согласились со швейком что ночью собаки боятся огня зажженные сигареты и вошли в село на беду никто из них сигарет не курил и совет швейка не имел положительных результатов оказалось однако что собаки лают от радости они любовно вспоминали о проходящих войсках которые всегда оставляли что-нибудь съедобное они уже издали почуяли приближение тех созданий которые после себя оставляют кости и дохлых лошадей откуда ни возьмись около швейка оказались четыре дворняшки они радостно кидались на него задрав хвосты кверху швейка гладил их похлопывал по бокам разговаривал с ними в темноте как с детьми вот и мы пришли к вам делать баиньки покушать ам-ам дадим вам косточек корочек и утром отправимся дальше на врага в селе в хатах зажглись огни когда квартиреры постучали в дверь первой хаты чтобы узнать где живет староста изнутри отозвался визгливый и неприятный женский голос который не то по-польски не то по-украински прокричал что муж на войне что дети больны оспой что москали все забрали и что муж отправляясь на войну приказал ей никому не отворять ночи лишь после того как квартиреры усилили атаку на дверь чья-то неизвестная рука отперла дом войдя в хату они узнали что здесь как раз и живет староста тщетно старавшийся доказать швейку что это не он отвечал визгливым женским голосом он мол всегда спит на сеновале а его жена если ее внезапно разбудишь бог весь что болтает со сна что же касается ночлега для всей роты то деревня маленькая ни один солдат в ней не поместится спать совершенно негде и купить тоже ничего нельзя москали все забрали если паны добродии не пренебрегут его советом он отведет их в кросинку там большие хозяйства это всего лишь три четверти часа отсюда места там достаточно каждый солдат сможет прикрыться овчинным кожухом а коров столько что каждый солдат получит по котелку молока вода тоже хорошая паны офицеры могут спать в замке а в лисковце то что нужда чесотка и вши у него самого было когда-то пять коров но москали всех забрали и теперь когда нужно молоко для больных детей он вынужден ходить за ним в кроссинку как бы в подтверждение достоверности этих слов рядом в хлеву замычали коровы и послышался визгливый женский голос кричавший на них холера вас возьми старосту это не смутило и надевая сапоги он продолжал единственная корова здесь у соседа войцка вот вы изволили слышать паной добродии она только что замычала но эта корова больная тоскует она москали отняли у нее теленка с тех пор молока она не дает но хозяину жалко ее резать он верит что Ченстаховская Божья Матерь опять все устроит к лучшему говоря это он надел на себя кунтуш кунтуш польская народная мужская одежда пойдемте паны добродии в кроссинку и трех четвертей часа не пройдет да что я грешный болтаю не пройдет и получаса я знаю дорогу через речку затем через березовую рощицу мимо дуба село большое и даже крепкая водка в корчмах пойдемте паны добродии че мешкать панам солдатам вашего славного полка необходимо расположиться как следует с удобствами пану императорскому королевскому солдату который сражается с москалем нужен понятно чистый ночлег удобный ночлег а у нас пши чесотка оспа и холера вчера у нас в нашей проклятой деревне три хлопца почернели от холеры милосердный бог проклял лисковец тут швейк величественно махнул рукой паны добродии начал он подражая голосу старост читал я однажды в одной книжке что во время шведских войн когда был дан приказ расквартировать полки в таком-то и таком-то селе а староста отговаривался и отказывался помочь в этом его повесили на ближайшем дереве кроме того один капрал поляк рассказал мне сегодня в саноке что когда квартирьеры приходят староста обязан созвать всех десятских те идут с квартирьерами по хатам и просто говорят здесь поместится трое тут четверо в доме священника расположатся господа офицеры и через полчаса все должно быть подготовлено пан добродий серьезным видом обратился швейк к старости где здесь у тебя ближайшее дерево староста не понял что значит слово дерево и поэтому швейк объяснил ему что это береза дуб груша яблоня словом все что имеет крепкие сучья староста опять не понял а когда услышал название некоторых фруктовых деревьев испугался так как черешня поспела и сказал что ничего такого не знает у него перед домом стоит только дуб хорошо сказал швейк делая рукой международный знак повешения мы тебя повесим здесь перед твоей хатой так как ты должен сознавать что сейчас война и что мы получили приказ спать здесь а не в какой-то кроссинке ты брат или не будешь нам менять наши стратегические планы или будешь качаться как говорится в той книжке о шведских войнах такой случай господа был раз на маневрах у велькова мезержичи тут швейка перебил старший писарь ванок это швейк вы нам расскажете потом и тут же обратился к старости и так теперь тревога и квартиры староста затрясся и заикаясь забармотал что он хотел устроить своих благодетелей получше но если иначе нельзя то в деревне все же кое-что найдется и паны будут довольны он сейчас принесет фонарь когда он вышел из горницы которую скудно освещала маленькая лампадка зажженная под образом какого-то скрюченного как калека святого ходуонский воскликнул куда делся наш балоун но не успели они оглянуться за печкой тихонько открылась дверь ведшая куда-то во двор и в нее протиснулся балоун он осмотрелся убедился что старосты нет и прогнусавил словно у него был страшный насморк я был в кладовой сосунул во что-то хуку набрал полный ход а теперь оно стало к небу оно ни сладко ни солено это тесто старший писарь ванок направил на него фонарь и все удостоверились что в жизни им еще не приходилось видеть столь перемазанного австрийского солдата они испугались заметив что гимнастерка на баллоне топорщится так будто он на последнем месяце беременности что с тобой баллон с участием спросил швейк тыча пальцем в раздувшийся живот денщика это огурцы хрипел баллон давясь тестом которое не пролезало ни вверх ни вниз осторожно это соленые огурцы я в чулане съел тхи а остальные принес вам баллон стал вытаскивать из-за пазухи огурец за огурцом и раздавать их на пороге вырос староста с фонарем увидев эту сцену он перекрестился и завопил москали забирали и наши забирают сопровождаемые с ворой собак они все вместе отправились в село собаки упорно держались баллона и норовили влезть к нему в карман штанов там лежал кусок сала также добытый в кладовке но из алчности предательски утаенный от товарищей в кладовке подчиняйте по